Добрый вечер! Добрый вечер всем! Я рада всех приветствовать! Давайте, девчоночки, для начала проверим, как меня видно и как меня слышно. Надеюсь, сегодня с первого раза у нас все получится, и трансляция дойдет и будет транслироваться нормально. Девчоночки, сейчас я гляну в чат. Я знаю, что есть пока задержка. Возможно, еще трансляция пока не дошла. Подожду ваших плюсиков. Пока напишу, что я уже в эфире. Напомню, девчоночки, что если не хотите, чтобы ваши комментарии высвечивались на страничке, нажимайте на буковку В. Ну, в принципе, если даже забудете, ничего страшного. У нас комната запаролирована, и никто к нам зайдеть не сможет. Так, добрый вечер всем! Добрый вечер! Рада всех видеть! Большие умнички, что пришли сегодня. Все вовремя. Так, я написала. У нас, получается, две параллельные комнаты. Одна комната, где идет трансляция для участниц закрытого клуба, и одна комната, где идет трансляция для участниц отдельно только этого мастер-класса по созданию ньютоноглаза. Так, пока еще нету ваших плюсиков, нету ваших восклицательных знаков, либо каких-либо опознавательных знаков. Хочу пожелать всем удачного творческого вечера. Спасибо большое, что вы сегодня пришли именно онлайн, потому что онлайн старится такие интересные. Онлайн можно задавать вопросы. Ну и если какие-то моменты не понятны, то, конечно, лучше это выяснить в прямом эфире. Так, Эльвилочка, добрый вечер! Добрый вечер всем! Пока еще дожидаюсь ваших плюсиков. Девчонки, я надеюсь, вы сегодня видели, я в группе выкладывала, в основной открытой группе и закрытой, выкладывала небольшую заметочку и прикладывала фотографии ньютоноглаза. Возможно, вы уже самостоятельно, готовясь к этому занятию, просматривали какие-то фотографии и выбирали цветочек, которые вам по душе. Вот, Татьяна первый плюсик и Галиночка. Все, здорово! Наконец-то трансляция дошла. И я надеюсь, вы уже выбрали приблизительно, какой цветочек вы будете изготавливать, потому что я сегодня буду, ну, я не смогу охватить весь диапазон расцветок и разноидностей сортов ньютоноглаза, потому что их очень-очень большое количество. Я покажу как бы основную технологию, а цвет для тонировки, для окрашивания вы уже будете выбирать в соответствии с тем сортом, который выбрали вы. Ну, те, кто еще не успел посмотреть в интернете, разные фотографии ньютоноглаза, кто не видел сегодняшние заметки, я быстренько вам для вдохновения покажу несколько фотографий, и мы перейдем к мастер-классу. Вот такие анютоноглазки я выкладывала. В группе, к сожалению, можно прикладывать только 10 фотографий, ну, я выбрала такие, как бы самые разнообразные, но еще очень много близких по расцветке, близких по тону, по форме. И вот они, к сожалению, полностью все не помещаются, не прикрепляются к одному посту. Вот это обычные, как бы, белые ньютоноглазки, особенно вот для начинающих, кто пока не очень дружит, допустим, с тонировкой, можно сделать белые ньютоноглазки. И вот здесь, единственное, небольшое, небольшая будет тонировочка, небольшое окрашивание в центре цветочка. А лепесточки, вот они полностью остаются белые. И вот, кстати, вот такую форму лепесточка, вот такие, как будто немножечко, да, пожеванные. Мы сегодня будем создавать техники сминания, ну, уже знакомая всем техника, очень, получается, близкие именно к такому листу, лепесток. Вот, фотография мелковата, но тоже очень красивая. Вот такая яркая, такая гордая, гордый такой цветок. Вот такая контрастная ньютона цветок, он ньютоноглазки. Синяй-желтый, ну, в принципе, вот синяй-желтый, такое самое классическое сочетание для ньютоноглазок. Ну, здесь прям такой он вообще контрастный-контрастный. Вот такие замечательные, яркие, бордовые, с яркими желтыми серединками. Вот такие вот интересные махровые, уже более современные сорта, выведенные современными специалистами. И вот у них очень такой кудрявенький и очень такой волнистый край. А мы сегодня, ну, к краю не будем столько придавать значения, мы сегодня больше делим внимание тонировки и окрашиванию, пририсовке вот этих прожилочек по центру цветочка. Ну, маленькая подсказка, те, кто у меня присутствовал на мастер-классе по махровой фиалке, в принципе, здесь обработка края точно такая же. Кто захочет, может потом из своей обычной фиалки сделать махровую. Вот такая вот, совсем гордая, гордый такой цветок. Вот, тоже достаточно классическая раскраска. Ну, и голубенький, голубенький и желтым, самая классика. И мы, в принципе, сегодня, ну, наверняка начнем с этой раскраски. Напишите, девчоночки, мне в чате, какой цвет вы бы хотели сегодня делать, какая фиалка вам фиалка, ну, их называют фиалками, а какие анюты на глазки вам больше всего понравились? Какие вы будете сегодня делать? Так, сейчас я закрою экран, развернусь в себя. Так, еще раз гляну в чат, я надеюсь, что уже все присоединились и для всех трансляция дошла. Так, вот, Наталочка спрашивает, а мы какие будем делать? Ну, я вообще планировала начать вот с такой голубо-желтый. Он такой самый классический фиалочек, самый классический, а нет у новых глазок. Но, в принципе, учту все ваши пожелания. Если есть какие-то пожелания, как у кого-то другого цвета, то я учту, в принципе, техника, она одна и та же. Просто другие, другие, другой цвет можно подобрать. Нам надо яркий. Ну, вот я, в принципе, сейчас я покажу, переведу камеру и на рабочий стол и покажу три цвета фиалочки, которые я сделала заранее, с янью-то на глазки. И вы глянете, какой вам больше понравится. Так, хорошо, девчоночки, не буду затягивать это за время. Переведу камеру на рабочий стол. Так, сейчас немножечко. Таким образом. Да, две секундочки. Я сейчас тоже перебазируюсь. Так, вот, девчоночки. Я подготовила... Я хотела сделать, как бы, три разных расцветки и, в принципе, задумка была сделать их нежными. Но они получились, в принципе, достаточно все яркие. Вот такая вот розовая. Это такой розовый цветочек. Розовый на нитреной глазке. Вот такой вот желтенький. Желтенький с такой вот фиолетовой серединкой. И вот такой вот голубенький. Голубенький, классический цветочек. В принципе, я вот планировала с него начать. Ну, вот единственное, что здесь я вот... Ну, тренировка такая получила достаточно насыщенная. Вот сейчас хотела бы попробовать немножко сделать нежнее. А, как бы, учту Ваши пожелания, какой цвет Вы хотели бы сегодня, чтобы мы делали. Еще, как бы, обращу внимание, розовый цветочек. Я тонировала с помощью масляной пастели. Желтый. Желтая тонировочка. Это акварельная пастель. Серединка. Это акриловая краска. Ну, и прожилочки тоже, в принципе, на всех цветочках, а не акриловая краска. Голубенький тоже. Тонировка. Это акварельная пастель. А в серединке прожилочки это акриловая красочка. А вот тоже, каким способом Вам интереснее? В принципе, значения тоже не имеет. Мне привычнее акварельную пастель. Немножечко, как бы, больше диапазон. Ну, каким способом было бы Вам интересно? Так. Василиса будет делать белую. Голеночка фиолетовая с желтым. Да. Синий с желтым. Угу. Хорошо, девчоночки. Ну, тогда начнем тогда, вот как я планировала. Синий с желтым. Такую классическую. Если успеем, потом еще, может, еще какой-то сделаем. Ну, тоже еще хотела, планировала Вам показать бутончики разных размеров. И, как бы, сначала сделаем основной платок, а дальше уже будем смотреть по времени. Так, голубой и желтый. Хорошо, девчонки, я поняла. Так, я надеюсь, что все уже успели подготовить заготовочки. Там для цветочка нужно всего лишь пять лепесточков. Один, видите, вот такого, немножечко напоминает сердечко. И два лепесточка парных. Два вот таких вот. И два чуть покрупнее парные лепесточки. Количество листиков я не указывала. Я просто дала Вам разные-разные размеры. Я, в принципе, подготовила очень большое количество. Ну, потому что, как бы, из лепесточков я планирую сделать целый букетик. И все их нарядить тоже листочками. Я подготовила по выкройкам по два, по две штучки каждой выкройки. Каждая каждого размера. Чашелистик нам понадобится и для бутона, и для основного цветочка. В чашелистиках там тоже два размера. Звездочка побольше и звездочка поменьше. Так, когда мы сели, есть листочки. Так, по-моему, все. Вот еще такую листочку нет. Так, ну, листочки мы пока отодвигаем в стороночку. Мы им займемся чуть попозже. Сейчас приступим к лепесточкам. Мы начнем в этот раз не с тонировки. Мы сначала начнем именно с обработки. Тонировку будем уже наносить на обработанный лепесток. Лепесточек я рекомендую сложить пополам. И потом уже складываем гармошку. Тоже такая маленькая хитрость. Потому что если когда вот так складываем гармошку, очень часто она, ну, получается не совсем оцентрированная, немножечко наискосок. И при обработке лепестка, лепесток получается такой иногда вытянутый по диагонали, но не всегда асимметричный. Поэтому, чтобы все-таки симметричность лепестка сохранить, я рекомендую сложить лепесточек пополам. Так, пченочки, вам на белом фоне как видно или не видно. Или может что-то подложить. Вот такой зелененький фон. И вот теперь, когда сложили пополам, складываем гармошку сначала одной, одну половинку. Ну, таким образом, чтобы она даже не гармошка, вот как веер, естественно, мы делали в бумаге. Вот таким образом, чтобы наши складочки все сходились у основания. Вот, сложили с одной стороны, перевернули. И складываем гармошку с другой стороны. Вот, я теперь защемила у основания. У нас получается ровная центральная, четко центральная линия. Нет никакого перекоса. И, по идее, после обработки лепесточек должен тоже остаться такой ровненький, симметричный. Дальше хорошо-хорошо перетираем между пальчиков. У меня вот этот лист белого фоамирана, достаточно такой толстоватый попался. Толстоватый еще какой-то елкрункий. Немножечко тяжеловато перерабатывается, перетирается. Толстоватый еще какой-то елкрунный. Толстоватый еще какой-то елкрунный. Толстоватый уже зеленоватый. Вот с белым фоамираном очень важно, чтобы ручки были чистые. После того, как хорошо-хорошо перетерли, прям-то хорошо-хорошо уже. Аккуратненько лепесточек ровняем. Вот тут у меня немножечко вымазаны панировки. Слегка распрямили, не надо ни растягивать, не надо ни какую-то там специальную форму придать. Просто чуть-чуть расправили, чтобы просто обратно придать ему форму. Все равно он не получится прям сильно плоский, как вот обычная заготовочка. Он все равно где-то будет немножечко идти волной, где-то он будет немножечко иметь свой изгиб. И это, в принципе, будет придавать ему реалистичности. Там, пчелочки, я тут заранее тоже готовила заготовочки, чтобы я своими зелеными руками не пачкала остальные запчасти. Я возьму уже обработанные. Вы мне напишите, пожалуйста, в чате с методом обработки. Все ли понятно, все ли было хорошо, ли видно. Если все понятно, я тогда возьму уже готовые лепесточки. Да, Наталочка, беленькая это просто, но совсем для начинающих, кто боится тонировки. Ну, в принципе, эксплуатативные занятия, они все-таки рассчитаны уже больше не совсем для начинающих мастеров. Ну, как бы, стараюсь давать в них много разных техник, много разных способов. Поэтому, да, лучше мы начнем. Даже, в принципе, если и начинающие, лучше начинать со сложного. Потихонечку, потихонечку, как бы, привыкать и учиться разным навыкам. Голубые очень красивые. Лидочка пишет. Так, хорошо, девчоночки. Так, Иришка напоминает про кнопочку В. Ну, здесь у нас, в принципе, комната запаролирована. Просто, если вы не хотите, чтобы на вашей стене появлялись ваши комментарии, можно нажимать. Если начально там забыли, ничего страшного. По вашему комментарию никто сюда зайти не может, потому что комната запаролирована. Пароль у каждого свой, индивидуальный. И по одному и тому же паролю никто в комнату зайти не может. Ну, просто будет выбивать. Пустит комната только кого-то одного. Так, хорошо, девчоночки. Немножко все-таки отстает трансляция. Я вот пока жду ваши ответы. Ну, я надеюсь, что с этой техникой все понятно. Так, вот Любушка предлагала бордовы. Любушка, если успеем, может быть, с ним вернемся. Я все равно, девчонки, буду делать немножко медленнее, чем вы, потому что я то отвлекаюсь на вопросы, то отвлекаюсь на чат. И я надеюсь, что вы за мной успеете. Так, вот наши основные заготовки в виде сердечка. Они после техники свинания достаточно все немножечко усузились. Ничего страшного, так и должно быть. Я специально, вот такие изначальные заготовки делала немножечко шире, чем, ну, реально лепестки у ометы на глазах. Хотя сортов настолько много, и форма лепестков, у разных сортов, они тоже могут немножечко отличаться. У кого-то где-то лепестки поуже, у кого-то где-то пошире. Поэтому, ну, тоже, вы пока научитесь по моим выкройкам. Дальше, по желанию, захотите сделать какой-нибудь, ну, сорт, немножечко отличающийся по форме лепестков. Если, допустим, у вашего сорта там лепесточки пошире, просто выкройки немножечко увеличиваете шире. Если хотите, чтобы наоборот были там поуже, тогда просто выкройку делаем поуже. И вот таким образом можно добиться нужного результата. Дальше, девчоночки, переходим к самому интересному. Переходим к тонировке. Я сначала буду тонировать края лепестков, а серединку прорисовывать будем уже потом. Я, девочки, беру для тонировки укорельную пастель. Если у вас масляная пастель, где вы будете тонировать красками, в принципе, я думаю, что эти способы нанесения уже всем известны. Масляную пастель рекомендую наносить губкой. Также, в принципе, акриловую или масляную краску наносить с помощью губки и с помощью губки растушевываю. Если у кого-то есть вопросы по нанесению красителей других способов, можете написать, я сейчас расскажу поподробнее. Так, просто вижу по листам. В основном, девчоночки все уже там знакомые. Мы периодически на занятиях сканируем то одним, то другим способом. И, в принципе, девчонки уже со всеми способами уже ознакомлены. Так, я выбрала какой-то листик, чтобы не пачкать рабочую поверхность. Смотрите, девчонки, даже вот среди сини-желтых тоже тонировочка может отличаться. Я еще затонирую вот такую детальку, как вы видите, сердечко она запасная была, но я ее буду использовать для изготовления бутончика. Я ее даже сразу разделю на два лепестка. По бутончикам я потом поподробнее расскажу попозже. Так, наматываем влажную салфеточку на пальчик и начинаем тонировку. Я подготовила пастель синего и голубого цвета. Если у вас есть в палитре еще и сиреневый, будет вообще замечательно. Чем более сложный цвет, тем более интересный будет цветочек. Хотя вот среди этого оттенка очень большое расхождение. Бывает больше цветочки уходят в синеву, другие больше, наоборот, такие цвета голубенькие, а третьи уходят больше в сиреневый оттенок. Но как бы присутствуют цвета, как правило, всех вот этих трех оттенков. У меня в сиреневом, к сожалению, пастели нет, поэтому я буду тонировать только синий и голубой. А вы по возможности еще дополнительно немножечко хотели протонировать поверх и сиреневой пастелью. Наношу синюю пастель на влажную салфетку. Сейчас лепесточку положу сюда поближе. Можно начать так, сразу тоже себе можете выложить лепесточки так, как они будут крепиться. Внизу у нас крепится лепесточек в виде сердечка. По бокам два лепесточка меньшего размера. И вверху два лепесточка более крупного размера. Вот эти лепесточки более крупного размера, они, как правило, полностью задотонированы. Я хотела этот цикл сделать более нежным, поэтому постараюсь наносить краски не очень много. Вот я сначала немножечко нанесла, я вижу, что она темная, поэтому я в чистом участке салфетки этот тон растушу. Точно так же тонирую и второй крупный лепесток, который у нас будет крепиться вверху. Вот таким образом. Так, лепесточки, я быстренько гляну в чат. Так, Василиса просит показать еще раз, как складывать гармошки. Хорошо, Василисочка, сейчас. Да, Танюша, все размеры однаково обрабатываем. Складываем пополам и формируем гармошку. Сейчас лепесточки покажу еще раз. Я покажу на самом крупном лепестке, чтобы было лучше видно. Берем лепесточек, складываем пополам. Теперь формируем гармошку сначала из вот этой половинки лепестка. Просто складываем, ну вот на большом лепестке получится вот столько раз. Два раза только, да. На более мелких там вообще получится меньше раз. Переворачиваю лепесток и формирую гармошку еще раз. Сейчас постараюсь, чтобы это было вот таким образом. Чтобы все было аккуратненько. Вот, получилась гармошка. Сейчас я переверну. Вот таким образом, если я защемлю, видно, что у нас по центру, вот она, центральная линия. И вот от нее уже идут складочки. Хорошо придерживаем между пальчиков нашу гармошку, чтобы она вот при перетирании не съехала, не деформировалась. Чтобы так вот, если она съедет, лепесточек получится такой немножко вытянутый по диагонали. Плотненько зажимаем между пальчиками, чтобы лепесточек никуда не сбывал. И перетираем хорошо-хорошо между пальчиками. Вот, когда лепесточек хорошо-хорошо перетерли, аккуратненько расправили. И, в принципе, все. Вот он уже ожил, он более оживой. Для белых анюты на глазах, в принципе, основная обработка, подготовка лепестков закончена. Потом еще останется только в середине сделать яркую серединку и прорисовать такие прожилочки. Так, лепесточки, сейчас уже понятно. Так, хорошо, будем двигаться дальше. Если будут еще вопросы, напишите, не стесняйтесь. У меня вот эти крупные лепестки, они уже с этой стороны подсохли. Я аккуратненько их переворачиваю и тонирую с обратной стороны. Тоже слегка-слегка вот так синенький затонировала. И чистым участком растушевываю. Так, с этими лепестками, в принципе, попроще, ничего сложного нет. И теперь переходим к лепесткам боковым и потом к нижнему. Сначала начнем с боковых. Аккуратненько тонируем краешек лепестка. И сверху, и по бокам. Вот так вот затонировали. Сейчас, пока я еще не растушевала, пока оно более темное, покажу поближе. И опять я немножечко растушеваю, потому что я хочу, чтобы был цвет более нежный. В принципе, вы можете оставить вот такие. У вас получится вот такой вот насыщенный цвет. А у меня глаза будет более такой синий. Точно так же тонируем и второй лепесток. Я сначала тонирую с одной стороны, даю ему подсохнуть, и потом переворачиваю лепесточек с другой стороны. Чтобы наша тонировочка не смазалась. Точно так же тонируем и наш нижний лепесток в виде сердечка. Тонируем по краю. Не расстраивайтесь, если вдруг у вас не получилась такая тоненькая каемочка по краю лепестка. Есть у некоторых сортов вот только там совсем чуть-чуть голубенький от краешек. Есть у некоторых прям так вот хорошо. Такая широкая каемочка. А серединка остается беленькой. А бывают и полностью затонированные, закрашенные лепестки. Теперь переворачиваем наши лепестки с обратной стороны. И точно так же тонируем каемочку. Здесь вот как бы самое такое основное, вот именно в этой тонировке. Мы тонируем только каемочку. И стараемся белые участки лепестка не вымазать. Ни руками, ни случайно салфеткой. По возможности стараемся их оставить белыми. Поэтому если ручки испачкались, лучше пойти там сполоснуть. И цветочек потом не вымазать. Дальше. Дальше. С первым слоем тренировки, в принципе, мы справились. Гляжу в чат. Как у вас успехи? Так, Людмилочка спрашивает, какая пастель сухая, да? Так, Василиса, окей, здорово. Так, Светланочка к нам присоединилась не с первого раза, но здорово, что присоединились, Светочка. Так, хорошо, девчоночки, движемся дальше. Дальше я набираю пастель голубого цвета. И поверх нашей тонировки прохожусь еще голубым цветом. Тоже беру пастель по чуть-чуть. Вот, уже получается такой смешанный цвет. Уже интересно. А если вот сверху еще так вот тоже легонько пройтись сиреневым, будет вообще такой замечательный цвет. Так. Я опять-таки наношу по чуть-чуть, немножечко растушевываю, чтобы не получилась слишком насыщенная у нас тонировочка. И то же самое проделываем со второй стороны. Так. Так, вот с голубым цветом я завершила. Если у вас, девчонки, есть наличие фиолетового пастель, я рекомендую еще чуть-чуть пройтись поверх фиолетовым. Можно даже не слошь, а где-то там участка, не аккуратненько растушевать, чтобы был такой интересный переход. Ну, и у меня пастели нет, делать не буду, но еще займемся обработкой краешков. Я нанесла синюю пастель и аккуратненько тонируем торец лепестка. Тоже смотрим, чтобы, ну, как бы не был он прям сильно ярким, сильно не выбивался. Как бы цветочек, лепесточек предполагается быть очень нежным, поэтому краешек тоже нежным. Эстетично, как и тонировочка, она все равно ляжет на лицо и наизнанку. Мы тонируем торец, но частично она немножечко зайдет. Это тоже хорошо, очень хорошо, когда идет такой переход. Здесь белая, светленькая и краешек такой темный. Таким образом все-все проходим лепесточки. Куратненько тонируем, слегка слегка тонируем торец. Более темным оттенком. Таким образом. Это из-за того, что тонировка, ну, достаточно сложная и неравномерная. Где-то полностью лепесточек тонирован, где-то только краешек. Мы поэтому сначала лепесточек обработали в технике снимания, а потом уже занялись тонировку. Это раз. А вторых, еще вот на такой уже фактурный лепесточек тонировка ложится. Ну, на складочках там где-то более темнее. И уже вот как бы эта фактура, она подчеркивает эту тонировку. Где-то уже, ну, эффект таких вот прожилочек получается. Я тут так стараюсь аккуратненько придерживать лепесточек. Но эта рука у меня левая, вроде как бы чистая. Чтоб не вымазать белый участок лепестков. Так, я забыла за два лепестка для будущих бутонов. В принципе, бутончики, они там могут быть разных размеров. Я пока эти затонирую, а дальше будем смотреть. Можно, в принципе, вот этот попробовать. Тоже. Вы пока затонируете цветочек. Я пустинка пойдусь с заготовками для будущих бутончиков. В принципе, я как бы выбрать это бутона не давала. И я потом расскажу, как и почему. Бутончики могут быть разных размеров. Такие совсем маленькие закрытые. Могут быть такие полузакрытые. Могут быть уже готовы затем к раскрытию цветочек. Тонировочка для бутончиков, в принципе, пока такая же, как и для основных листиков. Лепесточков большего размера. Немного тонирует орец. Хотя, кого он у нас может быть виден, может быть не виден. Может быть ненавидно смещен. Так, это пока вставлено. Лепесточки с тонировкой мы завершили. Даем лепесточкам хорошо просохнуть, чтобы тонировку не смазать, не вымажать. И сейчас будем работать над более яркой серединкой. Я только гляну в чат, как у вас дела. Так, Лепочка пишет, пока все получается здорово. Молодцы. Тогда движемся дальше. Для более яркой серединки я рекомендую либо окрашивать ее полностью, наносить полностью акрилом, либо я вот сейчас постараюсь нанести вот эту серединку. Здесь я наносила со мной тон обычной акварельной пастелью, а уже прожилочки наносила с помощью грива. Но, в принципе, способ нанесения остается такой же. Поэтому вы уже выбирайте, что у вас есть под рукой. Для этого нам понадобится ватная пастельная палочка, водичка. Смачиваем с одной стороны нашу палочку водички. Слегка смачиваем, как бы не сильно. Так, я смачила, чтобы водичку сюда на стол не цевать. Теперь вот я набираю краску прямо непосредственно с мелка. Точно так же вы можете обмакнуть палочку в акрил. В принципе, тогда ее как бы сильно даже смачивать не надо. Я смачила, чтобы можно было взять краску непосредственно с мелка. Вот, хорошо уже набрала. У меня получилась достаточно такая темная серединка. И теперь, начиная с лепесточков более меньшего размера, те, которые у нас будут боковые. Тонирую серединку наших лепесточков. Беру еще краску и наношу повторно, чтобы серединка получилась там более яркой, допустим. Здесь она у меня даже еще более темнее, ну, практически такая же, даже, по-моему, чуть-чуть темнее. Но, как бы здесь у меня такая более нежная, более нежный цветочек, поэтому я как бы остановлюсь на этом тоне. И точно так же наносим тонировочку на второй. Тоже не переживайте, у кого-то вот эта серединка получится больше, у кого-то меньше. Есть и сорта, и совсем с маленькими такими серединочками яркими. Ну, и у некоторых вообще практически вот до светлых вот краев доходит. Нанесла. Набираю еще краски. Если вот, ну, палочка подсохла, хотя вата она хорошо держит водичку, можно ее еще обмокнуть. У меня она еще достаточно мокрая, поэтому нет необходимости. И теперь наношу краску на нижний лепесточек в виде сердечка. Только аккуратно, будьте внимательны. Само основание лепестка мы будем красить желтым цветом. Поэтому наносим краску чуть-чуть выше. Основание оставляем пока беленьким. В принципе, эту процедуру можно проводить и с помощью кисточки. Но я знаю, что кисточки, возможно, не у всех есть под рукой. В работе с хамираном это не самый важный инструмент, хотя бы иногда пригождается. Ну, а ватные палочки должны быть, в принципе, у всех. Все, нанесли тоже такую вот яркую синенькую серединку. Сейчас я покажу вам ближе. Даем пока этой тонировочке просохнуть. А мы пока подготовим краску для нанесения вот этих вот таких вот более темных и тоненьких таких вот прожилочек. Для этого нам понадобится акриловая краска. В этом случае, как бы, выбор не велик. Просто с акрилом работать легче. Можно и маслом, но масляная краска, она долго сохнет. И, ну, больше есть вероятности эти прожилочки смечательно зацепить, смечательно смазать. Акриловый стеки сохнет быстрее. Он сейчас у нас быстренько просохнет, и мы цветочек с вами соберем. А после масляной краски надо будет подождать на нанесение прожилок масляной краски. Надо будет подождать, чтобы они хорошо все подсохли, но на этом может уйти до трех дней. Я буду наносить краску с помощью, вернее, буду смешивать синюю краску и немножечко красный. Она у нас получится только немного фиолетовый оттенок, но он должен стать таким темно-фиолетовым. В принципе, наша задача, чтобы у нас прожилочки были более темно-синего, ну, можно немножко с оттенком фиолетового. Если, допустим, у вас есть вот синяя краска, я просто, если приложить, у нее практически одинаковая оттенка. Синяя и вот эта синяя серединка. Поэтому прожилочки, они будут, ну, не так эффектно смотреться. Прожилочки должны быть на том темнее. Поэтому либо вы берете сразу заведомо более темную синюю краску, либо смешиваем, добавляем. Я добавлю совсем немножечко красного и получится более такой глубокий, темный, слегка фиолетовым оттенком цвет. Разводить краску я буду на вот такой вот палитре, на обычной фонной фольге. Добавляем, вернее, выдавливаем небольшое количество синей краски. Для одного цисточка нам понадобится совсем небольшое количество. И еще меньшее количество красной краски. С помощью зубочистки хорошо перемешиваем краски. Аккуратно перемешиваем. Смотрим, девочки, если получился вот такой вот конкретно такой красноватый оттенок, как будто прям в борту уходящий, тогда лучше синенького добавить. Потому что все-таки синий должен быть в приоритете. Ну, как бы я выдавила красненького совсем чуть-чуть, у нас получился такой достаточно темный синий с легким фиолетовым оттенком. Но перед тем, как мы будем наносить прожилочки, необходимо немножечко нашу краску разбавить. Аккуратно, он сам по себе не очень густой, но для нанесения таких тонких прожилок лучше красочку разбавить. Я разбавлять буду очень простым способом. То, что буду по капельке набирать на зубочистку. Вы можете это сделать кисточкой. Если есть подругая кисточка, набрать кисточку, так будет быстрее. Разводим, у нас должна получиться краска достаточно жидкая. Жидкая, но при нанесении она должна оставаться темной. Если она не темная, либо вы силив слишком разверим, либо недостаточно там, как бы смешали синий с красным. Вот, я водичку далеко убирать не буду. Она нам понадобится. А пил все равно подсыхает. Хоть мы и разводим его на фольге, чтобы он максимально не впитывался в палитру, максимально оставался долго жидким. Но он все равно будет подсыхать. Так, вопросиков пока не вижу. Я надеюсь, что все получается. Так, печеночки, теперь смотрим внимательно. Вот эти лепесточки можно, в принципе, плохо отложить. На них прожилочки можно рисовать, можно не рисовать. Во-первых, они не так хорошо прям проглядывают на цветочки. А во-вторых, ну, как бы на разных цветках бывают иногда вот эти лепеточки верхние. Они остаются без прожилочек. А на боковых и нижних прожилочки нарисовать нужно обязательно. Так, давайте, девчоночки, я, наверное, нарисую покрупнее, чем мне нужно. Сейчас я посмотрю, что у меня есть из какой-то формасты. Я надеюсь, что он пишет. Нарисуем лепесточек. Вот такой у нас. Ну, это боковые лепесточки, нижние, вон, просто это в виде сердечка. Здесь мы затонировали синей краской. И теперь рисуем прожилки. Вот таким образом, хаотично, как у вас там будет получаться. Главное, чтобы все вот эти прожилочки, они стремились вверх. И немножечко выходили за педелы синие томировки. Так, девчоночки, по этому моменту понятно все. Я сейчас это буду проделывать уже непосредственно с помощью краски. Тоже, девочки, можно наносить с помощью тонкой-тонкой кисточки. Кто ей обладает и кто умеет тоненько рисовать. Но тоже кисточка такая может быть не у всех. Как бы зубочистка должна быть у всех. Я буду наносить непосредственно зубочисткой. Рисуем произвольные линии, стремящиеся кверху. И немножечко выходящие за границы тонировки синим цветом. Вот, у меня синий получился на тон темнее. Очень хорошо его видно на синие тонировочке. И это хорошо. Если не получается наносить тоненькие полосочки, то, скорее всего, у вас густоватая краска. Чем жиже краска, тем будут тоньше вот эти вот полосочки. Ну, в принципе, первый лепесток готов. Таким же образом я тонирую, вернее, наношу рисунки на втором лепестке. Война. Продолжение следует... 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 она тоже начинает уже запустила еще акрил налипает на зубочистки так аккуратненько зубочистки его снимаем чтобы за качество оставалось ну кончик у него туньки девчонки как у вас дела и тишина в принципе этот лепесточек тоже готов и оставляем его в стороночку теперь нам необходимо нанести тонировку золотым цветом берем акрил желтого цвета достаточно яркого желтого у меня такой лимонный желтый выдавляем тоже небольшое количество где-то на палитру набираю с помощью я с помощью ушной палочки вы можете с помощью кисточки если кому-то удобно и аккуратненько нам необходимо закрасить основание этого лепесточка нижний лепесточек у нас еще немножко сыроват я боюсь чтобы там прожилки наши не смазки я пока стонирую верхние более крупные лепестки у них основание тоже такое немножечко желтенькое учтите что лепестки будем крепить и какая-то часть лепестка вот основание лепестка она скроется под клеем то есть не все желтенькое будет видно и аккуратненько наношу желтое основание на нижнем лепестке аккуратненько аккуратненько у нас еще прожилки такие сыроватые но я постараюсь аккуратненько внести вот затонировали и эту детальку не закрасили даже все краски можно уже в стороночку желтки как у вас там дела там галиночка пишет стараемся хорошо спасибо галиночка там когда совсем тишина в чате от меня начинает настораживать абсолютно нормально спасибо так теперь еще на боковых лепестках я не знаю на сколько вы сейчас увидите но вообще у реалистичного цветочка на боковых лепестках такой как бы немножечко идет ворсистые такие вот не знаю усы такие вот цветочка ворсистое такое вот покрытие поэтому если у вас есть наличие флок белого цвета мы сейчас боковыми лепесточками боковые лепесточки немножечко им покроем буквально там совсем чуть-чуть я насыпаю небольшое совсем количество для двух лепестков там совсем немножечко нужно будет этого флока если у вас флока нет в наличии ничего страшного обойдется ваш цветочек без усиков это не беда и наношу тонкой тонкой дорожкой вернее тонкую дорожку клеем по середине лепестка немножечко захватываю синюю часть потому что часть уйдет у нас под клей основание лепесточка будет склеено чтобы немножечко наши усики были все-таки видны поэтому немножечко заходим на синюю я наносила обычно клей ПВА можете использовать клей для флока и теперь аккуратненько берем лепесток акриловая краска там еще немножечко сыровата поэтому очень аккуратно прикладываем к локу он на клей быстренько цепляется вот так вот такие вот усики получились у нас уже еще осталось немножко клей не покрытым вот сейчас хорошо должна быть видна такая махровая серединка бархатная серединка и аккуратненько наношу флок на второй лепесток вот усики появились и у второго лепесточка лепесточка в принципе мы подготовку завершили даем ему окончательно прососнуть и краски и нашим усикам и пока перейдем к тонировке наших листочков с листиками в принципе у нас уже попроще те кто на теченке давно стоят на мастер-классе здесь ничего сложного нет я подготовила заготовки из вот такого темно-зеленого фоамирана но в принципе тоже у анюткины глазки они достаточно дыхие нежные цветы как правило у них лепестои листочки достаточно светлые ну по разным бывает у некоторых достаточно и темные встречаются листочки бывают именно светлые я подготовила заготовки из такого фоамирана поэтому у меня будут анютыны глазки с темными листочками вы можете подготовить заготовки из оливкового фоамирана затонировать их сверху зеленым немножко придать такой все-таки реалистичности и у вас получится все-таки более светлый оттенок зеленого для тех сорток у которых листочки более нежного такого салатового цвета тонировать я тоже буду с помощью парильной пастели и влажной салфетки для тонировки я использую зеленый такой темно-зеленый и коричневый чтобы сделать такой цвет более глубокий вообще при тонировочке чем больше смешиваем красок те кто немножечко девчонки в детстве ходили в художественную школу знают чем более сложная краска не просто зеленая с добавлением каких-то других оттенков тем более насыщенным более глубоким окажется цвет более интересным и соответственно более реалистичным наносим на салфетку зеленый чуть-чуть коричневого и поверх снова зеленый вот таким образом я смешала краску непосредственно на салфеточке и теперь наносим тонировку только единственное что я забыла это сделать это сделать обработать их на молнии пока салфеточку сложу и попробуем наши детальки обработать на молнии лепестки пока в сторонку включаем утюги чашелистики на молнии обрабатывать не нужно обрабатываем только листочки я просила подготовить лист универсальный либо любой другой лист с не очень густой по моему желковатости прикладываем листочки к утюгу тоже в принципе для многих девчонок уже стандартная такая операция и дальше прикладываем к молдам хорошо я так даже практически втираю пальчиками чтобы прожилочки отпечатались как можно лучше вот хорошо отпечатались откладываем их в сторонку таким образом обрабатываем все листочки и маленькие и большие стараемся чтоб средняя линия на молде славится на посередине нашего листочка в целом и и и и и и и и и Девчонки, а то у меня в закрытом клубе. Если у вас какие-то еще вопросы, может, до сих пор у меня есть уже и по второму месяцу, но возникают вопросы, где смотреть трансляцию, где смотреть записи, все ли вам понятно вообще на нашем сайте, в его расположении, где что искать. Есть сейчас возможность, можете спросить, я расскажу и объясню. И насколько вы уже привыкли, насколько уже получается заходить с паролями, с логинами. Первое время девчонкам было непривычно. Я как бы понимаю, лишняя такая преграда. Но она необходима, девчонки, потому что очень много богородства на сердце воруют. Вот так вот. У нас там, девчонки, выкройка были вот такие вот листочки. Вот их на молоте не обязательно обрабатывать. Мы их просто немножечко потом перетрем. А остальные листочки лучше все эти обработать. У меня утек немножко разговорчивый, потестливый. Так, какие последние листочки у меня остались. В принципе, такого количества для одного листочка вполне достаточно. Я планирую сделать целый букетик в лазончике, поэтому листочку должно быть приличным. Так, молотом мы завершили. Я гляжу быстренько в чат. Так, Лидочка пишет, стараемся успевать, залаять. Все работают, писать некогда. Это хорошо. Так, Светлана пишет, девчонки, ауй, я не понимаю, у меня чат висит или просто все сосредоточенно молчат? Ну, был у нас такой период молчания. Это да. А еще у нас, получается, два чата. Отдельный чат для девочек, кто у меня в закрытом клубе, у них отдельная страничка трансляции. И отдельная страничка трансляции для девочек, кто только участвует выборочно в этом мастер-классе. Поэтому, как бы, у нас всего не так много, это не бесплатный мастер-класс, а у нас всегда побольше. На таких закрытых факультативных занятиях у нас поменьше. Поэтому, ну, как бы, половина там, половина здесь. И не так много у нас девочек сегодня. Так, Светочка рекомендует, если у кого-то нет слуха, его можно заменить мелко-мелкостриженным белым искусственным мехом. Стрижем на листу бумаги, потом собираем. Да, есть такой способ, можно тоже попробовать. Так, Василиса пишет, объясните. Так, сейчас я вспомню Василиса насчет закрытого клуба, объясни, да, Василиса? Вот это девчонки, которые, ну, кто у меня в закрытом клубе, и уже месяц подходит к концу, они меня каждый раз спрашивают, где нам что искать. Вот, Василиска, ну, как бы, отдельно, выборочно на этом мастер-классе. В принципе, для вас никаких трудностей никаких тут нет, не должно быть. Здесь у нас проходит трансляция, и здесь же завтра появится запись. После окончания мастер-класса запись сразу закрывается. Потом там какое-то время она пока сохранится, и я уже выложу ее. Ну, если получится, ну, в общем, скорее всего, это уже будет завтра утром. Ну, посмотрю, постараюсь, может быть, и ночью, что завтра с утра, что утро у всех по-разному начинается. Мы все в разных регионах живем. И завтра здесь будет вместо нашей трансляции будет вывышена, простите, будет вывышена запись. Так, и запись будет у нас вывышена ровно одну неделю. Кто из девочек хочет сохранить запись себе навсегда, можно будет доплатить 100 рублей, и я вам дам ссылочку на запись. Единственное, что я раньше давала ссылочки вот на записи, ну, раньше всегда у нас все ссылочки были на Ютубе, записи были на Ютубе. Ну, в связи с тем, что сильно воруют мастер-классы, и я, скорее всего, ссылочку на Ютуб давать не буду. Вот я просто, ну, ссылочку буду давать другую, немножечко просто будет по-другому. Ну, я думаю, это ничего страшного, я думаю, все разберутся. И главное, что мастер-класс можно будет смотреть, и он будет приступен вам все время. Так, пока еще не совсем у меня высохла моя салфеточка, продолжаем тонировать. Я нанесла, напомню, зеленую краску, немножечко коричневую, и потом снова зеленую поставить. И теперь тонируем. Вот у нас получился достаточно такой насыщенный зеленый цвет. Я его растушевываю на листочке, и вот у листика появляется такой, ну, достаточно реалистичный цвет. Темно-зеленый, но достаточно такой реалистичный. А для девчонок, кто у меня в закрытом клубе, я напоминаю. Вы сейчас смотрите трансляцию на страничке встречи онлайн. Там у нас вот с правой стороны есть меню, меню закрытого клуба. Если перейти по страничке встречи онлайн, там у нас проходят все наши онлайн-трансляции. Через неделю здесь будет проходить мастер-класс по Геране. Его можно будет смотреть либо непосредственно вот на этой страничке, либо со всеми остальными девчонками, участницами нашей школы, как вам удобнее. И также каждую неделю здесь проходит онлайн-трансляция. Данные я стараюсь заранее публиковать. Список материалов, выкройки тоже вот предстоящего мастер-класса тоже ищите на этой страничке встречи онлайн. А записи непосредственно уже располагаются на страничке «Закрытый клуб». В течение недели там висит запись последнего прошедшего мастер-класса. Тоже все ровно в течение недели. В течение недели она сменяется другой записью следующего мастер-класса, который прошел в рамках школы. Девчонок, кто там закрытого копия, я думаю, уже все знают. Напомню, мало ли. Есть возможность записи тоже приобрести навсегда, всего за 100 рублей. Как бы ни у кого такой возможности больше не будет. Только у девочек, кто приобретает отдельно, и у девчонок закрытого клуба. Вот запись уже отдельно этого мастер-класса, и она будет намного дороже. Самое выгодно в закрытом клубе, конечно, участвовать. Ну, у кого как получается, отдельно в мастер-классах, но вот именно приобретенных накануне, а не после их проведения. А тоже, в принципе, выгодно. Я обратную сторону не сказала, девочки. Я обратную сторону не тонирую. Я вот, если честно, сейчас не помню по памяти, но, как мне кажется, обратная сторона у анютных глазок или листочков, она немножечко светлее, чем лицевая. Поэтому я ее оставляю незатонированной. И она по сравнению с лицевой, вот у нас лицевая сторона, она по сравнению с лицевой будет у нас светлее. Уже совсем скоро наступит весна и потом лето, и уже будет возможность посмотреть волочек, тонировка. Ну, пока работаем по памяти. Дайте листочки маленького размера, их тонируем с двух сторон. И чашелистики тоже тонируем с двух сторон. Я сначала пройду тонировочку с одной стороны. Как раз пока про всем пройдусь, подсохнут первые. Переверну и затонируем обратную сторону. В принципе, чашелистики, они немножечко светлее, чем основные листья, поэтому прям как бы сильно-сильно я их тонировать не буду. У меня уже окраска на салфетке немножечко расходовалась, и уже тонировка не такая яркая, как на листочках. Ну, и в принципе, это хорошо, потому что чашелистики должны быть посветлее. Вот листочки тонируем с обратной стороны таким же насыщенно-зеленым цветом. Так, с листочками мы тоже завершили практически. Даем им окончательно просохнуть. Пока не подсыхает, я сейчас гляну в чат, если у вас вопросы. Так, да, вот Василиса спрашивает, как смотреть повтор. Уже ответила. Запись будет уже завтра на этой же страничке, и она будет доступна в течение недели. Можно будет пересматривать сколько угодно раз. Вот, Светаночка пишет, а теперь понятно. Светаночка, я так понимаю, про закрытый клуб написала. Так, вот, Иришка пишет, а я просто думаю, почему так мало, да. Я так понимаю, да, девчонки, кто из закрытого клуба, они знают, что у них есть еще неделя, не знаю, как бы, и мне кажется, их поменьше, чем вот на страничке встречи онлайн, чем на страничке мастер-класса. Так, Юленька присоединилась. Недавно, честно, я пусть про это промотала чат. Добрый вечер. Так, хорошо, девчоночки. Дверимся тогда дальше. Наши листочки и чашелистики уже немножечко подсохли. Завершим уже с ними. Маленькие детальки, маленькие такие вот листочки, просто немножечко прокрутить между пальчиков, не надо сильно прям прижимать, просто немножечко их так вот оживить, сделать их такими более жиренькими. Эти остальные листочки мы оживили с помощью молдов, придавим фактуру, немножечко формы. А вот эти маленькие кохотулочки мы немножечко перетерем, и вот они уже получились такие более живенькие. Чашелистики тоже необходимо обработать. Собираем все лучики нашей звездочки вверх, вот таким образом. Вот таким образом. Зажимаем верхушечки между пальчиков и тоже хорошо перетираем. Здесь можно немножечко постараться получше, перетерить хорошо, но в принципе они все равно не настолько, как мы перетирали лепестки. Чуть-чуть перетерли. Вот он немножечко у нас вытянулся. Немножечко ожили тоже лучики. И сейчас мы их будем еще зарабатывать. Пока перетрем все-все чашелистики. Берем следующий чашелистик, складываем лучики все вверх, поднимаем все вверх и перетираем. То же самое проделываем и с маленькими чашелистиками. Тоже поднимаем все маленькие лучики вверх и перетираем. Чуть-чуть перетерли, слегка расправили. Вот, теперь необходимо их еще немножечко доработать с помощью утюга. Включаем утюжок. Немножечко их еще под правильным чашелстом. Так, Наталья их нам присоединилась. Добрый вечер. Да, Наталочка, обязательно доступ будет завтра и в течение недели. На этой же страничке будет доступна запись. Так, нагрелся наш утюжок. Дальше, смотрите, девчонки. Немножечко поближе. Прикладываем, сначала берем большой чашелистик и прикладываем каждый лучик по отдельности. Совсем ненадолго. Понятно, на секундочку приложили и немножечко помогаем пальчикам немножечко завернуть лучик вниз. Вот таким образом у меня получилось. Берем следующий лучик, только чуть нагрелем пальчиком вниз. Слегка нам, прям, не надо там, чтобы сильно были они закручены, но немножечко такие вот закрученные они должны быть. Хотя, в принципе, на некоторых сорта полненькие идут. Там уже, наверное, больше на ваше усмотрение и, наверное, зависит еще от степени раскрытия степени раскрытия цветочка. Вот, допустим, для бутончиков, в принципе, можно ставить чашелистик и не приподнимать ему лучики. Маленькие чашелистики, маленькие звездочки прикладываем к утюгу полностью. Они нагреваются и быстренько-быстренько все лучики приподнимаем кверху. Кверху и держим буквально несколько секунд. Вот, за несколько секунд фоамиран остывает, лучики остаются приподнятые кверху. Быстренько нагрели и быстренько все лучики и подняли кверху. Вот таким образом получилось у маленького чашелистика и все лучики подняты вверх. Все, утюжок выключаем. Так, теперь еще необходимо нам на крупные листочки приклеить бутончики, проволочки. На более мелкие листики, ну, совсем мелкие, не обязательно. Они и так будут хорошо крепиться. Для этого специально там такая вот небольшая ножка на выкройках была предоставлена. А лепесточки покрупнее лучше прикрепить все-таки на проволочке. Я буду проволочку брать тоненько, потому что, в принципе, листочки маленькие, ну, не настолько прям вкусные. Так, у меня проволочка 0,3 мм. Прикладываем к листочку. И смотрим, наша проволочка должна быть ну, практически полуцетия листика немножечко не доходить. И частично тут у нас останется для крепления либо к стеблю, либо, если это будет вазончик, для крепления вазона. В принципе, если в вазоне не будет у вас и стебель будет не слишком длинный, можно сделать стебелочек и покороче. Так, вот. И две проволочки на вот эти два листочка. Приклеивать я буду с помощью секундного клея. И опять-таки беру фольгу. Как бы делаю такую небольшую чашечку, чтобы клей просто не разлился. Немножечко клея выдавлю. Так, и клей будем наносить с помощью этой зубочистки. Так, девчонки, до этого момента все ли было понятно, все ли видно? Так, вопросиков пока нет. Буду показывать дальше. Если будут вопросы, пишите. С помощью зубочистки непосредственно на полочку наношу и крепим по обратной стороне нашего листика. Больше можно даже нанести. По желанию, девчонки, можете листочек предварительно обмотать тейлентой и приклеивать уже стейпированную проволочку. стейпированная проволочка, она просто немножечко, может быть, по цвету будет больше совпадать с тыльной стороной листочка. Это раз. А во-вторых, немножечко она будет пообъемнее и будет создавать впечатление, как будто это центральная прожилка. Ну, допустим, вот как у меня, если я планирую, вазончики, это листочки самые крупные, они будут располагаться у основания цветка, в принципе, непосредственно сам этот кустик. Поэтому листочки они будут так вот внизу располагаться и особо видно их задней части не будет. распределила клей по второй полочке и подклеиваем по серединке. Я помогаю, прижимаю каким-то подручным фигментом, главное не пальчиками делать. Все, откладываем окончательно подсыхать и подклеиваем следующим листочком. 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 Продолжение следует... 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 цвет нашего цвета и просто аккуратненько таким таким вот образом обклеиваем нашу петельку возможно этот маленький кусочек возможно как надо будет взять побольше просто обрежем вот таким образом и заворачиваем него получится у нас бутончик лишняя часть фоамирана мы обрежем если у нас бутончик совсем если бутончик уже начинает раскрываться то он раскрывается такой как бы трубочкой я беру два лепесточка я пока показываю без клея чтобы если были вопросы мне сейчас задали потом я приклею и будет уже не видно и вот как бы у такого трубочка 2 лепесточка вот у такого трубочка еще раз покажу два лепесточка можно взять лепестки вот меньшего размера вот и сканировать а можно сделать заготовки чуть меньше чем по выкройке для бутона два лепесточка сложили по центру приклеиваем петельку вот таким образом просто заворачиваем здесь тоже если что лишний участок лишний кусочек померана обрежем и будет уже бутончик такой уже полу открытым если бутончик уже совсем-совсем готовится к раскрытию а то как правило он немножечко напоминает устрицу вот я возьму два лепесточка меньшего размера вот таким образом вот таким образом аккуратненько подклеиваем и формируем уже бутон который готов к раскрытию на каждый бутончик приклеиваем чашелистики первого и второго размера обязательно так мы все мой пистолет уже потек можно дальше двигаться но для центрального раскрывшегося цветочка нам необходимо сформировать пестик для этого необходимо вырезать померан белого цвета размером буквально квадратик 1 на 1 сантиметр ну кто там переживает можете вырезать квадратик побольше потом тоже обрезать вот я вырезала небольшой квадратик на на петельке сформируем небольшой шарик из силикона что петелечка наша стала таким объемным шариком я клеем капну с одной стороны с другой стороны немножечко сверху но здесь тоже девочки главное не сильно перестараться вот этот шарик на петелечки он должен быть не слишком крупным пестик вот эта серединка у анюты на глазах она она очень очень маленькая серединочка поэтому не перестарайтесь нам главное немножечко придать объем потому что мы сейчас будем обтягивать его фоамираном чтобы была серединка не такая плоская как наша петелька чтобы она была немножечко а все-таки объемная ждем когда немножечко силикон застынет прозрачный его не сильно особо видно немножечко он застынет и станет видно что вот ну немножечко появилась и такой объем у нашей петельки и она такая практически кругленькая вот после того как наша петелька стала таким кругленьким шариком выставившим опять наносим наносим клей на капельку клея на верхушку нашей петельки и сразу же прикладываем кусочек белого фоамирана и натягиваем очень аккуратно пока клей горячий фоамиран хорошо натягивается но все равно главное не перестараться чтобы не порвать наш фоамиран если вдруг такое вышло ничего страшного аккуратненько терите остатки фоамирана и попробуйте повторить процедуру еще раз если он уже не отдирается его необходимо нагреть если он порвался но не отдирается нагреваем на утюге либо на носике пистолета тогда клей под фоамираном нагревается и фоамиран легко отстает вот получилась такая кругленькая серединка у меня в принципе получилось даже немножечко крупноватая как как для анюта на глазах ну ничего страшного какие-то вот совсем чуть-чуть выглядывать немножко прихвачу еще внизу таким образом прокатаем хвостики чтобы они стали более тонкие дальше вот эти принципе хвостики девочки можно обрезать с помощью пистолетного ножа либо скальпеля аккуратненько чтобы они не создавали нам дополнительную то есть утолщение в районе чашелистика вот получилась такая головка она не сильно крупная но не сильно мелко если у вас получится еще мельче сделать но будет вообще замечательный так дальше девчоночки можно собирать с помощью силиконового пистолета можно собирать писточек с помощью секундного клея у меня пистолет в свое время древничает сильно течет я в стороночку не буду собирать с помощью секундного клея еще клея остался в первую очередь подклеиваем лепесток самый нижний в виде сердечка наношу клей на основание лепестка и аккуратненько подклеиваем к нашей серединке к этой головочке из цветочка она должна совсем немножечко проглядывать кстати если вы будете делать цветочек какого-то другого цвета возможно там серединка будет не белая она может быть желтоватая или даже коричневатая это вы уже присмотритесь внимательно к расцветке вашего цветка вашего сорта на оригинальных фотографиях так вот мы подклеили нижний лепесточек далее подклеиваем боковые лепестки вот которые у нас с усиками тоже наносим клей на основание лепестка и приклеиваем по бокам с другой стороны приклеиваем второй лепесток вот 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 внизу подклеили нижний лепесток и теперь подклеили боковые листочки с усиками теперь нам осталось подклеить верхние листочки желтой серединкой его внутрь подклеили один и подклеиваем второй они будут немножечко внахлёст один на другой ничего страшного там должно быть когда лепестки уже хорошо будут прикреплены аккуратненько их расправляем вот получаем вот такие анюты на глазки далее крепим чашелистик нанизываем тоже фиксируем его с помощью клея если у вас силиконовый пистолет достаточно хороший качественный не течет можно склеивать все детальки с помощью пистолета ванна там понемножку выдавливать его клеем вот зафиксировали чашелистик сверху фиксируем чашелистик но у него лучики смотрят в противоположную сторону смотрят вверх вот таким образом закрепили чашелистик дальше пока . откладываем стороночку сейчас мы займемся бутончиками только глянув чашельстик быстро так девочка пишет мы в шелковых цветках петельку опускаем в акриловую краску раза два и она будет не такой большой и клеть к ней хорошо с вами рано тоже можно делать такую серединку далечка спасибо большое можно принципе можно можно заменить и тычинкой но такой крупный каплеобразный прикрепить ее на полночку но это принципе да интересный способ пассива вопросов пока больше нет делимся дальше теперь окрепляем наш бутончик порезаем как произвольная форма лепесток вот такой чтобы он подходил по размеру нашей нашей капельки и и а и и и просто плеваем красивенько так чтобы спрятать хорошо и нашу капельку в принципе здесь можно работать с силиконовым клеем сейчас не хочу встать пока заклеится я приклею на секунду хорошо прячем все фольгу нашу вот так далее нашим капельку лишние участки обрезаем и красивенько подклеиваем попку бутончиком можно даже так все здесь аккуратненько все собираем подклеиваем чуть-чуть вот эти складочки мы сейчас скроем чашелистиком вот как раз чашелистик который мы не запругляли здесь даже можно чашелистик немножечко подклеить пониже сделать более закрытый бутончик и заодно скрытым все наши складочки получились вот такой бутончик и теперь крепим к нему тоже чашелистик чашельки вода не устали у нас мастер-класс такой получился объемный сегодня вот такой бутончик тоже его откладываем парочку я возьму свои запасные чашелистики чтобы показать еще один бутончик бутончик который уже начал раскрывается бутончик и как я показывала два листочка сложили и теперь в них заворачиваем нашу петельку здесь тоже основание лепесточков немножко врезать чтобы не создавали лишнего объема что хоть минуточку прокатаем вот они станут узенькие тоже подклеиваем чашелистер и можно его только чуть поплотнее бутончиком не так плотно как предыдущие но чуть-чуть поплотнее и нанизываем маленький чашелистер лучиками кверху вот девочки такой уже раскрывающийся бутончик тоже у нас готов дальше мы будем собирать цветочек с помощью тейпенты я только гляну быстро в чат так вопросиков нет все работает умнички для бутончиков я тейпенту разрежу пополам чтоб у нас стебелечки не сильно толстенькие если вы будете использовать для листочков фоамиран оливковый тогда и тейпенту лучше конечно брать оливковую но у меня листочки достаточно темненькие поэтому я беру тейпенту обычную зеленую обмотали один бутончик обматываем 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 и теперь начинаем обматывать основной стелью и теперь начинаем обматывать основной стелью постепенно обматываем к нему листочки сначала хорошо зафиксируем тейпенту ну и где-то чуть ниже цветочка начинаем приматывать листочки более мелкого размера и заодно приматываем бутончики идти вместе в прямоправо и возьму сразу бутончик поменьше сначала и дальше приматываем на таком же расстоянии стараемся все это на одном расстоянии а следующие листочки более маленького размера листочки крепятся к основному степельку как можно сказать на ступеньках сначала на одной ступеньке все практически на одном уровне потом проходит тот-то участок стебель остается как бы голенький и где-то уже ниже вторая ступенька и основание уже совсем крепее ступенька и 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 еще два листочка оставшиеся и теперь вы смотрите вот как вот вам нравится допустим может вам кажется что вот этих листочков для первой ступени уже достаточно вот мне отсюда еще один листочек точно просится вот такое достаточно большое скопление получилось немножечко утолщение этой ленты ничего страшного вот листочки достаточно маленькие поэтому их как бы особо не надо бы не проволочкой было укреплять нечем они вот очень хорошо фиксируются за ту ножку за ту основание на и 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 переключу камеру на себя гляну в чат и отвечу на все все ваши вопросы если таковые остались 1 секунду 1 секунду переборирую Продолжение следует... 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 Ночью я выложу запись сразу же сюда. Если уже не получится сегодня, то завтра утром. Завтра утром и в течение недели запись будет вам доступна. Для девчонок, кто у нас в закрытом клубе, запись появится не на страничке встреч онлайн, а на страничке закрытый клуб, там, где все появляются наши записи. Там еще пока выложена запись по мастер-классу по хоям, и завтра вот этот хоя сменится уютными глазками. Так, чтобы вы знали, где что искать. Вот, Наталья пишет, после тонировки ничего больше не делаем с лепестками. С лепестками больше ничего не делаем. Но единственное, что если вы хотите такой махровый волнистый край, для девчонок, кто у меня был на мастер-классе по фиалке, махровой фиалке, мы там как раз учились делать этот край. Вот, можно сделать это таким образом, но это как по вашему желанию. Большинство сортов у них, в принципе, края лепестков, ну, вот такие вот. Они не совсем ровные, они вот после обработки все равно немножечко такие вот, да, вот, волнистые. Поэтому больше ничего делать не надо. Олечка, спасибо вам большое. Да, да, такие комплименты, суперский мастер-класс, это здорово. Да, спасибо, девчоночки. Ну, вопросов я больше не вижу. Я сейчас еще раз проверю. Вопросикок не вижу. Ну, если вдруг возникнут вопросы, вы, в принципе, можете задавать их в чате. Я, ну, в ближайшие дни все равно буду заходить по несколько раз, проверять, есть ли какие-то вопросы. Можете писать мне личными сообщениями. Я всегда объясню, всегда помогу. Так что обращайтесь, не стесняйтесь. Так, Людочка пишет, что получился красивый, спасибо за доступный мастер-класс. Фоамираном я стала заниматься совсем недавно. А занимаюсь цветами из шелка в европейской и японской технике. Вау. Поэтому ищу, что можно применять и с фоамираном. В фоамиране. Это здорово, Людмилочка. У вас, получается, очень богатый опыт. Я, в принципе, ну, с шелковыми цветами, ну, как бы, немножечко совсем-совсем красалась. И не работала в этих техниках. Я знаю, что тоже очень интересные техники. И, конечно, вам этот опыт очень пригодится. Все, девчоночки, спасибо вам большое за участие, за такое активное участие в этом мастер-классе. Ну, и спасибо вам за такое доверие ко мне как к мастеру. Вы пришли на мастер-класс, не знаю, не видя, как бы, конечного результата. Я надеюсь, что вы результатом довольны. Спасибо вам за доверие, за вашу теплую дружескую компанию, за такое теплое отношение, за нашу такую атмосферу. И до встречи на следующем мастер-классе. Всем большое спасибо, всем до свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...